Бог в сердце должен с человеком быть связан. Нужно учиться слушать молитву, слушать, отвлечься от себя. В храм пришел, сосредоточился, пытается понять, что происходит, почему люди такие счастливые, вдохновленно молятся. Надо все это понять, сосредоточиться там, забыть про себя. Пока человек не забыл про себя, он не может войти в эту атмосферу, энергию счастья. Память все решает. Если я помню о себе, о своих заботах, в храм зашел, значит, я не наполняюсь. На природе бегу, не радуюсь никому, думаю о своих проблемах, не наполняюсь. Даже люди же ходят, мне говорят, Олег Геннадьевич, я целый день двигаюсь, что я не наполняюсь? Потому что ты в это время в память свою включаешь другое, в дела. А если ты целый день двигался и радовался всему, тогда ты наполнялся и без природы бы. Если ты на работе бегаешь, такой счастливый, тогда нет проблем. Все зависит от переключения. Если ты включен на что-то возвышенное, то тогда все будет классно. Это революция внутри. Вызов всему обществу. Потому что все люди живут для себя. Это обыденная жизнь. Все думают, что так надо жить. Но когда человек делает эту революцию в сердце, он восстает против обычной жизни. Он становится счастливым. Человек должен учиться так жить. Иначе никакого смысла жизни нет. Нужно быть сильнее ситуации. Нужно всегда быть революционером. Заставить себя жить по-другому. Система ясна? Это надо заставить себя все делать. И так можно наполняться. Человек хороший означает наполненный человек. И люди, которые не наполнены, они бегут за своей проблемой всю жизнь. Они не живут. Это пустая трата времени. Нет жизни. Жизнь означает наполниться. Вот вы вчера на лекцию сходили. Цветы, конфеты. И это осталось в памяти очень светло. Потому что у нас были хорошие, правильные отношения, чистые. Мы дарили друг другу счастье. Понимаете? Это жизнь. Жизнь означает наполненность. Если человек просто куда-то бежит, ему как бы скучно, тяжело, как бы он занят, в заботах постоянно находится, значит он не живет. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что это жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, то спеши к нему всегда иди дорогою добра. Дорога добра означает вот такая вот жизнь, в которой ты пытаешься думать не о себе, забываешь про себя. И тогда не до конца себя отдать. Понимаете? То есть это означает жизнь. Но если человек просто живет своими заботами, постоянно в беспокойстве, у него там дела, здесь дела, семья в это время ваша разрушается. Потому что нет на полности, нет любви, без любви человек жить не может. И в какой-то момент он друг вам сообщает, у меня есть другая. Или другой. Или я ухожу. Почему? Потому что вот это ощущение, ну мысли, вот эти вот уверенности, что мы живем для квартиры, машины, чтобы у нас все хорошо было, это все просто туфта. Человек живет только для любви. Если вы потеряли любовь, не служите, любовь должна переключиться с любленности, и забота, она должна переключиться на верность, глубину и чистоту. Если переключение не произошло, то дальше будет развал семьи. Есть такая психолог Алешина, она вот как раз эту вот кривую вывела, а это все описано в ведах. Уже до этого было, 5000 лет назад. Вот. Там кривая такая, смотрите. То есть это буква В. Сначала влюбленность, идет максимальная высота отношений. Потом дальше жизнь, обыденность, низ, кривая пошла. И вот здесь, в самый низ, что это означает? Олег Геннадьевич, мы что-то вот живем давно уже, надоели друг другу, разговаривать не можем вместе, молчим, ходим. У нас уже дети выросли, как бы интересов общих нет. Квартиру уже купили давно, ипотеку отдали. Вот. Ничего, как бы, счастья никакого нет. Мучаемся. Может нам расстаться? Вот это буква В вот здесь. Почему они мучаются? А потому что никогда они не знали, что такое любовь. Любовь означает отдать себя человеку, что-то сделать для него. Несмотря на то, что уже привык к нему, как бы, и уже, как бы, воняет от него уже. Устал уже, он меня уже достал, этот человек. Вот, понимаете? Вот зубы каждый день чистим. Изо рта ведь тоже может вонять? Нет, мы не даем, чистим каждый день зубы. А отношения не чистим. Мы не знаем, что отношения тоже воняют. Олег Геннадьевич, у нас, понимаете, у нас, мы противно уже друг с другом, понимаете? У нас несовместимость. Вот у вас, если изо рта воняет, неделю не чистили, вы что, с ртом несовместимость, что ли? Вы просто зубы не чистите, и все. Поэтому воняет, никакой несовместимости нет. Точно так же здесь, воняет в отношениях, это значит, что не чистите отношения, уметь любить, уметь, прощать. Не умеешь ни любить, ни прощать, и все вонять начинает. У всех людей всегда все одно и то же. У нас мы не можем друг с другом жить. Так вы просто не пробовали жить, потому что это не жизнь, то, что вы делали, там забота, там все это, это не жизнь, это просто выживание. Люди путают спокойствие со счастьем. Вот что такое счастье? Когда ты себя пожертвовал, отдал. Это счастье. А спокойствие, это когда все хорошо. Алло, у тебя все хорошо, все хорошо. И у меня все хорошо, но хорошо. Спим дальше. Это не жизнь, это сон. У нас все хорошо, мы не живем, мы спим. Счастье, это когда ты отдал себя. Я верю в тебя, дорогую подругу мою. То есть ты отдал, ты знаешь, за что ты сражаешься, ты живешь ради чего-то высокого, перекерпел близкого человека ради него, простил, смог. Он даже об этом не знает, как ты сильно старался, мучился ради него, он даже не знает. И ты начал видеть чистоту в нем. Смотри, какая красота, ей невозможно наглядеться, ты не целуй ее в уста, ты прикоснись с ней только сердцем. Ну, то есть не надо эксплуатировать энергию любви, сердцем прикасайся, любви чисто, возвышенно любви. И тогда будет настоящая жизнь. Люди чаще всего не знают, что такое любовь. И поэтому они расходятся. Каждый человек достоин очень возвышенных чистых чувств. Как один человек, я ехал в машине, там радио играло у таксиста, и там один какой-то режиссер, он говорит, у меня сегодня юбилей, мне там столько-то лет, я уже не помню. И он говорит, самый главный подарок на мое любви, это моя жена. Это самый лучший человек в моей жизни. Лучше людей я никогда и нигде не встречал. Он говорит, но я не сразу это понял. Мне пришлось потрудиться над собой, чтобы это понять. Люди, когда вместе живут, они могут увидеть душу, почувствовать душу друг к другу. Но для этого нужно сначала свою душу отдать, пожертвовать сначала, нужно терпеть сначала просто человека, потом уважать начать, уважение начинается. Уважать означает, ты знаешь, как себя вести уже, ты понял, человек. Проходит там 7, 8, 9, 10 лет, ты знаешь, что женщине надо так аккуратно, мягенько так себя вести, потому что она такая действительно. Не то, что она выпендривается, давай мне аккуратно, веди себя со мной. И правда тяжело, когда вот ты грубовато себя ведешь, и она не может так жить. Ей нужно очень нежно, заботливо. Женщину так устроили. Женщина с мужчиной, да, да, мой хороший, все у тебя получится. Давай, давай, как бы. Он говорит, ну я правильная, на правильной работе я работаю. Конечно, на правильной, ну конечно, на правильной. Всегда надо поддерживать мужа, сам думал, когда же он уволится оттуда уже. Но поддерживать надо обязательно, если мужчина не чувствует, что жена его поддержит, его жизнь, она не имеет смысла. Или он к друзьям пришел, и она начала насмекаться с друзьями, сидит над ним. Все. Дальше никакого счастья не будет. Потому что мужчина видит, что не мой человек. Все. Она предает его таким образом. Или мужчина там, женщина сидит на друзьях, и он как бы говорит, да вот у тебя жена красивее моей. Ну тогда тоже все, до свидания. Ну то есть, значит, мужчина предает жену. То есть, надо вот это все понимать. Что такое верность, что такое уважение. Надо все понимать, как мы должны строить отношения. Жена говорит, не смотри на чужих теток. Он говорит, я не смотрю. А за собой глаза масляные. Терпеть надо молиться за него, значит, не знает он, что такое любовь. Не бросать, терпеть. И постепенно в сердце, когда приходит благодарность, приходит совесть также. Вместе с благодарностью совесть приходит. Когда у человека совесть, надо говорить, когда у моего мужа совесть придет. Когда айсберг подтает снизу, перевернется. Обычно это часто бывает через кризис. Вот, допустим, уже не выдержала, пошла жить отдельно, и он звонит. Слушай, я не прав. Но не сразу, обычно подвидывает сначала. Не надо на это реагировать. Первая стадия. А, угроза сначала. Если не придешь, то брошу. Угрожает сначала. Да я тебя не бросала. Я просто, вот, мне тяжело вместе. Видишь, мы друг друга не понимаем. Давай чуть-чуть, я еще поживу отдельно, приеду домой. Нет, брошу, все, возвращайся. Ну, мы не сможем. Опять будем страдать. Ну, ладно, ладно, хорошо. Следующая стадия. Подлизываться. Ой, приходи, я без тебя не могу. Ты такая у меня любимая, хорошая. Нет, еще немножко подожду. Третья стадия. Искренность. Что с тобой стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Хорошо, когда прихожу. Когда человек становится искренним, он хочет отношения строить, значит, начнется лучше, следующий этап в жизни. Но надо стать сильным, перетерпеть. Одна женщина говорит, спрашивает мне, Олег Геннадьевич, я вот остранилась от мужа, так вот на недельку к маме уехала. Он мне звонит, говорит, слушай, ты еще недельку там побудь у нее. Я так без тебя отдыхаю. Это кто от кого отстраняться-то должен, я и говорю. Вы его задолбали, уехали к маме потом еще. Если вы служите человеку, тогда можете отстраняться. А если вы его мучаете, что отстраняться-то? От этого ничего в лучшую сторону не поменяется. И еще надо знать, что если человека уже вы потеряли, часто человек, вот он живет рядом, все, мой муж, все, но я его уже потеряла. Почему? Потому что отношений нет, они холодные, он куда-то уже надолго уходит из дома, он говорит, что к друзьям. Может быть и так, но на самом деле это значит, что он уже уходит из дома, понимаете? Вот человек дома время не проводит, а где-то непонятно. Это значит, что он уже уходит из дома. Все, вы потеряли уже человека. Чего отстраняться-то? Тяните назад. Пытайтесь его любить, заботиться о нем, поменять отношения, раскаяться, принять, простить, навсегда тебе себя отдать и так далее. То есть, сильную позицию в жизни надо, но для этого нужно быть сильным человеком. Некрасивый человек никому не нужен, слабый человек никому не нужен. Нужно стать сильным через отношения с людьми, с природой и с Богом. Бог дает возможность побеждать препятствия непреодолимые. Допустим, там с ребенком что-то не так, все молитву читаем. Как молитву читаем? Сесть надо прямо или встать неподвижно. Нужно понять, что молитва живет в памяти. О чем помню, то и происходит. Если я включила, те, кто молится, вместе с ними молюсь, это самый верный способ не отвлечься. Я на них настроилась и забыла про себя. И в это время начинается победа над судьбой. Сначала человек чувствует энтузиазм в молитве, ему становится крепко читать, он чувствует, нормально молится. Потом дальше молитва постепенно раз и открывается в сердце. Вот здесь в сердце что-то такое происходит. У кого вчера я желаю всем счастья, так вот тут что-то произошло, поднимите руку. Это включилось в сердце, значит. Вот это вы с судьбой своей встретились в этот момент. И этот момент от сердца надо, когда сердце открылось, от сердца начинать читать, но не всегда продолжать слушать те, кто молится, вместе с ними, не наедине с собой. Потому что наедине с собой мы начинаем контактировать с своей памятью, о себе начинаем думать и забываем про Бога. Понимаете? Все, молитва закончилась. О себе начал думать, там что-то пошло у тебя в голове, «До свидания». Может дальше не продолжать. Это не молитва. Молитва, что я не помню о себе, я думаю о тем, кто молится, думаю о Боге, о святых, радуюсь им, там эмоции, какие-то переживания с ними связаны. Это уже духовная жизнь называется. Жизнь, переживания, эмоции, но не о себе, о Боге. Третья стадия. Ты начинаешь чувствовать, что по отношению к дочери вот здесь сердце. Хорошо, спокойно. Значит, первая стадия победа над судьбой. Ты погрузился в сердце. Началась настоящая духовная жизнь. Жизнь внутри человека, духовная жизнь. Вторая стадия влияния называется. Я раньше дочери говорил, она меня не слышала. Теперь дочери говорю, она слышит. И говорит, я не могу пока себя поменять, но слышу. А ты не навязываешься. Просто по-доброму. Контакт с сердцем установился, все, совесть у нее включаться пошла. Или муж бросить пить не может, но говорит, я понимаю, но бросить пока не могу. Все, вторая стадия уже. Первая стадия, муж бросит, сердце спокойно стало. Представляете, человек живет, вот алкоголик, муж, а в сердце спокойно, несмотря на то, что вот этот человек пьет рядом со мной. А у меня спокойно, поднимите руку, кто уже добился этого. Все, идем вперед, скоро победа. Вторая, но он еще продолжает пить. Вторая стадия, ты говоришь ему, а он, ааа, сам понимаю, как бы, начинает реагировать на слова. Вторая стадия, значит, сердце уже, ниточка между вами уже очистилась. Она стала сильной, духовной. И третья стадия, у него в сердце изменения происходят. Он разу начал, как бы, сам потихоньку по-другому жить. Все, вы победили свою судьбу. Сразу возникает вопрос, а зачем это надо было? Потому что ты когда-то был таким же, какой это в прошлой жизни. Я вам это говорю на своем опыте. У меня есть несколько откровений в жизни, которые я увидел. Я увидел связь. Несколько раз в жизни я увидел связь между событием и моим прошлым. у меня нет сомнений, что все, что происходит у нас в жизни, это результат наших прошлых поступков. Мы не одну жизнь живем. Много-много жизней. И каждый раз мы там что-то не так делали, и сейчас мы за это отвечаем. Человек вечный в природе. Не умирает никогда. Мы говорим, умер мой близкий человек, я его потеряла. Ничего ты не потеряла, он связан с тобой. Почему ты страдаешь, мучаешься? Потому что он связан с тобой. Если бы ты это видел, ты бы никогда не мучилась, а просто служила ему дальше, очищала бы его существование. Есть три стадии победы над судьбой в отношениях с теми, кто ушел из этого тела. Но жизнь осталась в тонком теле. Потом дальше новое тело получает. Первая стадия камень на сердце лежит, значит, человеку нужна помощь. Тебе тянет вниз этот камень. Близкий человек ушел, у тебя камень на сердце, тебе плохо, потому что ему плохо. Ему нужна помощь. Ты молишься. Вторая стадия. Чувствуешь, что камень как будто меньше стал, легче. У тебя разлука с ним есть, жар такой в сердце, разлуки, но камня нет уже. И третья стадия. Легкость сердца, легкость. И как-то расслабляет, даже и молиться не хочется. Потому что уже все не надо. И на этой третьей стадии он приходит к тебе. Это по-разному как-то происходит, но ты видишь, что он уже идет куда-то. Он говорит, я пошел домой или вверх ухожу там или еще как-то говорит. Это значит, что он и говорит, спасибо тебе за твои труды и за твою молитву. Кого так произошло, поднимите. Все. Своё дело сделали. И если человек так помог близкому человеку, дальше он становится удачливым. Потому что удача это милость Бога. Человек помог близкому человеку, значит ему тоже потом помогут этому человеку в жизни. Когда ему будет тяжело. Так человек должен жить. Нет смерти, нет расставания. Опять говорит, Олег Геннадьевич, как мне забыть человека, который меня бросил, и я одна теперь, потому что я не могу его забыть. Во-первых, пойми, что ты поверила в человека, он тебе бросит, ты до сих пор его веришь. В человека, а не в Бога. Это называется стресс. Поверить в Бога, тогда ты отвяжешься от человека. Но разорвать нить невозможно. С кем мы жили вместе, мы связаны, остаемся с этим человеком. Но есть два типа нитей. Один тип нити, светлая, чистая память. Спасибо тебе за все. Означает, что все, как бы ты со всем согласен. Даришь светлую дорогу этому человеку. Все нормально. Живи дальше, человек. Значит, у тебя будет другой человек теперь. Бог тебе дает, возможно, дальше. Если ты не отпустил, или злоба, или ненависть, или наоборот, привязанность, никого больше не будет. А если и будет, будешь рушить новые отношения старыми. То есть нужно очистить отношения. Нужно светлую память оставить. Даже человек ушел из жизни, надо светлую память оставить, живи дальше. У меня только один муж будет. Какой только один муж? Ты сколько до этого имела и мужей, и жен? У тебя много жизни уже. Не надо так ограниченно смотреть на свою судьбу. Сегодня так живем в этой жизни. Следующая уже не так долго осталась. Когда маленький ребенок рождается, он буквально пару лет назад был дремучим стариком или старухой. И поэтому мы смотрим на ребенка, смотрим, а глаза мудрые, потому что он еще не переключился на новую жизнь. Он еще там живет. Не успел. Смотри, у меня мудрец родился. Глаза такие, как у взрослого человека, да? Маленький ребенок смотрит, такой мудрец маленький. Потому что он еще там в прошлой жизни еще. Он еще не отождествляет себя с новым этим маленьким телом, пока не понял, что произошло. Какие вопросы у вас по теме лекции? А вторая нить – это привязанность. Привязанность остается. Я хочу быть с тобой или гад такой, ты разрушил мою жизнь. То значит, не будет новой семьи. Не микрофон дали, наверное, надо спросить. Но только по теме лекций. Сейчас у нас тематические вопросы. Я говорю, когда на тематических вопросах у вас геморрой, у меня геморрой, нам интересно поговорить, все остальные скучают. Надо говорить вот как раз о том, о чем мы сейчас говорили. Если нечего на эту тему спросить, Вы знаете, вот я недавно пришла в церковь, и пастор поделился такой ситуацией. Он в свою церковь принял людей, которые… Человек ушел из другой церкви, и у него там осталась жена с детьми. А в этой церкви вот эти двое людей друг друга встретили, пришли в эту церковь, и он их принял. Когда он об этом рассказывал, я почему-то так сильно к этому прониклась, и у меня такое было чувство, что я могу ему как-то помочь, что-то сказать, потому что они как бы неправильно делают. Сто процентов. Неправильно поступают из того, что там же… Он должен был их оправить назад, в их веру назад, потому что, смотрите, его родственники все в этой вере, как бы они пришли там на что-то обиделись, надо было их отправить назад, потому что у него и этнические, и культурные, и религиозные отношения все рушатся. Когда, ну, как бы, вот человек в одной вере был с одним, один раз веру поменял. Это можно принять, в принципе, но очень трудно. Это надо быть очень сильным человеком, что такое удар в судьбу принять. И поэтому лучше не менять свою веру, особенно, когда вы верите вместе, у вас одна вера, не надо ничего менять. Это очень опасно. Почему вот, вы знаете, в этой ситуации оказалось, вроде как бы слухи были, мне как-то это не трогало, я думаю, ну, может быть, вообще не стоит об этом говорить. А вот эта девушка, которая убила мужа из той церкви, из семьи... А то есть это не ее муж? Нет, я ее... Уничтожать эти отношения. Не давать им так жить, это никогда не приведет ни к чему хорошему. Я ее эту девушку знаю, она бесплодия. Никогда не приведет ни к чему хорошему. Бесплодие надо лечить с помощью... Церковь тут ни при чем. Это люди страдают, а не церковь. При чем тут церковь? Церковь хорошая. Просто часто могут священники ошибаться, совершать ошибки. Каждый кулик же свое болото хвалит, все тянут на себя. И иногда это неправильно. Это означает просто, ну как бы, убогость, ограниченность возможности понять. Ну, допустим, у человека была вера, тем более это человек, который вообще у него одна вера с женой, с семьей, со всей. Он что-то поругался с женой и встретил эту девушку, она его раз и подцепила. Так это не вера, понимаете, это половые отношения, на самом деле. А вера только подоплека. Не надо поговорить, если он вас услышит. Второй вопрос. У меня есть близкий человек, я вместе с ней работаю. Он недавно потерял на супруг, у него был рак. Ну, он просто ушел из жизни. Рак означает застывший организм. Три стадии есть старения. Первая стадия лишний вес или нарушение обмена веществ. Вторая стадия доброкачественной опухоли, это значит застывание увеличилось в организме. Третья стадия злокачественной опухоли. Причина неправильный образ жизни. Человек должен достаточно двигаться, непрерывно двигаться в радости, чтобы замороженность этого организма убирать. Лишний вес уже означает, организм замерзает, он как бы застывает. Его надо растормаживать. У меня копился вес, дошел до определенного, как бы все время на полкилограмма прибавлял в год я, потихонечку. И не обращал внимания, ну прибавляю, чуть прибавляю. Потом смотрю уже реально, как бы, я чувствую, что у меня лишний вес. Я начал бегать, и я всегда постился, я постился и занимался йогой. Но вес продолжал прибавляться, и у меня появилась одышка, несмотря на это. Я понял, что надо бегать. Я начал бегать, у меня за два года 8 или 9 килограмм слетело. Слетело. И все. И одышки никакой нет, и хорошо. И это значит, что не будет никаких опухолей. Опухоли начинаются, когда человек эту заморозку организма не преодолевает. Лень. Не хочешь жить, помирай. Аскеза дает человеку долголетие. Есть три аскеза, которые дают долголетие. Это пост, движение и статика. И три типа старости есть. Это жар излишний в теле, излишний вес, это вот застывание. И скованность, когда человек, допустим, напряжение внутреннее, головные боли, суставные боли, позвоночников, поясницы, боль, признак скованности. Вот. Запоры начинаются, нарушение сна, это все признак скованности. Это старение, так происходит в организме. Или он не может уже что-то сгибать, разгибать, это тоже признак скованности. Это лечится статикой, динамикой, то есть неподвижное положение тела и движение длительное. И пост, это чаще всего на воде. Просто полдня достаточно не есть, первые половины дня солнце, когда поднимается, оно все рассасывает ненужное в организме. Особенно, когда ты еще двигаешься и постишься одновременно в это время, сильный процесс идет очищения организма. Продолжайте. Ну вот Оля, она привязана к своему, ну как она молодец, она вышла из этого состояния, как бы, да, ушла в работу. Привязанность никуда не денется. Некоторые люди подходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, помогите мне отвязаться от прошлых отношений. Я уже устала одна. Мне хочется новой жизни, новых отношений. Я объясняю. Привязанность никуда не уйдет. Ее надо сделать чистой и светлой. И тогда откроется новая страница в твоей жизни. Ну вот она переживает определенную боль. Я как-то хочу ей помочь. Молитва. И в первом, и в втором случае вы говорите, я не могу повлиять на пастыря и на этих двух людей. Повлиять мы всегда можем. Вопрос как? Есть один способ влияния, самый сильный и правильный, это влияние через сердце. Это означает молитву. А второй способ, слабый и поверхностный, это слова. Чаще всего люди думают, что слова это и есть единственный способ влияния. На самом деле, самый единственный способ это сердце. Бог же сам знает, когда я молюсь. Нет, это да. Бог знает. Но если вы не молитесь, Бог ничего не будет менять. В этом мире Бог действует через наше желание. Мы хотим победить судьбу, Бог побеждает. Не хотим? Оставляет. Типа Бог знает, пускай все сам меняет. Нет, Он не будет вмешиваться. Это наша жизнь. А как тогда концентрироваться? На звуке тех, кто молится и пытаться радоваться молитве. Служить молитве означает радоваться ей, кланяться святыне алтарю, верить наставлениям, думать о Боге, о величии Его и так далее. Забыть про себя. Называется служение молитве. Когда человек служит молитве, он забывает про свою судьбу и очищает свое существование. Как-то просто сказать, что... Не надо ничего говорить даже. Так вот я это имела, что-то в основном. Да, да, да. Все нормально. Все нормально. С этим нормально. Вы молодец, все хорошо. Правильно все делаете, стараетесь. Ну, давайте, ловите! Женщина, когда летит, она боится, поэтому не ловит. Ей страшно, если бы она не боялась, она бы поймала. Спасибо. Она старается, лекции слушает постоянно. Сколько вы уже слушаете лекции? Вы знаете, я стала слушать, первый раз я стала вот утром так делать, молиться. Когда вы сколько слушаете? Ну, это было отцу два года, как у нашего жизни. и я когда стала это делать, я сильно хотела, чтобы мама была счастливой. Она так старается, мне так нравится, молодец. Я потом апельсинку и бросил. Ну, потом, понимаете, он ушел из жизни, и я перестала. я как-то немножко замкнулась. Сломалась, не замкнулась, сломалась. Судьба сломала вас. Ну, ничего. Давайте дальше по теме лекции, кто хочет спросить. Вот мужчина в очках. Здравствуйте, Олег Зенадьевич. Ну, у меня такой достаточно непростой вопрос. Дело в том, что вот по лекции вы рассказывали про то, как женщина может увлечься. И вот сколько я слышал в лекции, вот в лекциях я этого не слышал, я только слышал в анекдотах. Дело в том, что я оказался вот как раз в роли того мужчины, которым увлеклись. И я вот осознавал вот эту всю ситуацию. Мне просто тяжело говорить. Я нашел в себе силы разорвать эти отношения, но сердце меня до сих пор не отпускает. Потому что, ну, как бы, женщины у меня нету. И, может быть, я не знаю, может быть, поэтому просто... Конечно, кто-то должен быть рядом, человеку нужна любовь, любовь нужна. Без любви невозможно жить. Женщины нет, потому что неправильная жизнь. Человек должен находиться активно в какой-то среде. Вот смотрите, кто женит, кто выходит замуж женится. Неверстные люди в кабаках находят себе близкого человека. Страстные люди находят на всяких конференциях, симпози, мой там, кафе, дискотеки и всякие фестивали Чунга-Чанга. Вот. Находят себе людей. Ну, соответственно, где нашли, там такая жизнь не будет. А благостные люди находят себе в храмах, на духовных фестивалях, на всяких мероприятиях таких, где есть формат таких просто отношений. То есть, нужно, вы такой человек, достаточно, вот у вас такая есть схематичная схема жизни, вы не вырываетесь как бы из этой схемы. Вам надо пошире жить, куда-то ездить, куда-то ходить, с кем-то встречаться, социализироваться. И тогда обязательно появится кто-то в жизни вашей. Понимаете? А пока не появится, вот любить Бога только это очень трудно. Вот об этом, да, об этом и речь, что как бы стимула нету. Я вот чувствую, что я один. У меня вот просто нет помощи никакой. Помощь означает, приходите на клуб «Благость». Ну да, я некоторым образом связан с кемеровским клубом «Благость». Вы из Кемерово живете? Да, я из Кемерово приехал. Приходите на клуб «Благость», потому что там столько девушек хороших, одиноких. Им всем нужен мужик. Можно на посту парня? А? Зачем надо было рвать? Олег, еще не теперь мучиться. Ладно, не... Олег Иванович это один из ведущих кемеровского клуба «Благость». Хорошо. Что, он разорвал отношения, что ли? Да, я... Ему не... Он такое неправильное отношение разорвал, он же говорит, неправильное. Я разорвал отношения с замужней женщиной. Конечно, я все понял. А вы ничего не поняли, поэтому как бы... Конечно, все, молодец, он все правильно сделал, все классно. Просто сейчас надо дочистить это из сердца, все убрать. и столько в клубе «Благость» хороших девушек. Надо выбирать, ответственность брать за какую-то девушку. Все. Так, много девушек, хороших. Спасибо, будем искать. Да, конечно, надо всех клубов «Благость» на уши поднять. Мужикам нужна девушка. У нас девушек много хороших в клубах «Благость», мужиков поменьше. Как и везде. Все, надо просто... Кто у нас... Где организаторы клуба «Благость»? Здесь есть кто-то еще из организаторов? Есть? Займитесь этим вопросом. Все клубы «Благость» на уши, фотографию. Нужна жена человеку. Все. Будем рассматривать кандидатуры. Я лично включусь в этот вопрос. Если там найдется, будем смотреть, подходит или нет. Ну? Да вон сверху там девушка стоит. Спасибо. Олег Геннадьевич, спасибо вам большое за то, что вы делитесь с нами такими важными знаниями. У меня такой вопрос. У меня дочь 24 года, она замужем уже. И у нас всегда с ней были очень трудные отношения, очень такие напряженные. А сейчас они были... Она обидчивая, а вы такая напористая. Ну, как сказать, она очень жесткая. Она жесткая, а вы обидчивая? Да. А, я перепутал. Я скорее больше обидчивая. Да? Как ее зовут? Ее зовут Мария. Ну, мы как-то выясняли всегда отношения как-то эмоционально, может быть. Нет, вы жесткая, она обидчивая. Нет, она очень чувствительная. Ну, в общем, сейчас у нас вот такая ситуация. Нет, я внутри тоже жесткая. Конечно. У нас такая сейчас ситуация, она обвиняет, то есть у нее обиды вот прям очень сильные. она мне прям высказала, потихонала буквально недавно. И обвиняет меня в том, что я безответственная, инфантильная, что с тобой разговаривать, ты вообще ответственность на себя не берешь. Я имею право обижаться. Ответственность за что? За нее в свое время, за свою жизнь. Она меня обвиняет в том, что я вот что-то принимаю, какое-то решение, потом прошу помощи. Нет, нет, стоп. Она обвиняет вас за какой-то греховный поступок, который вы совершили. То есть она этого не проговаривает, но она... Ну вы что-то совершили в жизни? Бросили мужа, да? Ну, я ее воспитывала вообще одна. То есть... Мужа бросили? Нет. Это у нас просто там сразу не сложилось. А, вот так. Вот. Ну вот из-за этого, из-за этого вам может надо замуж, замуж надо. Вот. Но я говорю, ты скажи, что тебе нужно. Страдает без мужского начала женщина. Да, да. Она росла всегда одна. И она всегда была жесткая. И психологи говорили, что она наоборот хочет стать на... взять на себя роль мужчину и защищать меня. То есть это... Ну, не важно. Там психологи что хотят. Пусть говорят, нужен мужик. Ну, нужен. Вот. Я... Просто, понимаете, сейчас она мне проговаривает на словах, что мне нужна от тебя взаимопонимание, поддержка. И в то же время, когда я звоню и спрашиваю, как дела? Она говорит, какая тебе разница? То есть она вот закрыта. Вам надо молиться за нее, не надо с ней общаться. У вас разрушены отношения. Через сердце восстанавливайте нить между вами. Сейчас в ней обида, насилие и отчаяние. Между вами нить такая, ваше соединение. В этом соединении нет отношений. Вам надо сначала в молитве успокоиться, что с ней все будет хорошо. Потом ей просто на второй стадии добрые слова говорить, она будет принимать, потому что вы очистите нить. А на третьей стадии у вас восстановится отношение. Сейчас бесполезно ей разговаривать. Но самое главное, вы должны понять, хватит безалаберной жизни, безответственной. Ответственная жизнь для женщины это стать сильной и сшибать кого-то с ног. Слышите? Нет, что говорили? Нужно, чтобы появился мужичок какой-нибудь с ноготок. Благословить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Еще вопросы? Ну вот женщина что-то печальная. Ну вот я и вас спрашиваю. Да, уже второй день я думала, чтобы задать свой вопрос. И сейчас на лекции я... Виноват, виноват. Нет, нет, а ты ливая. Дайте ей конфетку. И сейчас вот из этой лекции второго дня я понимаю, что моя ситуация она уже давно закручена. И что с первым мужем была инициатором я развода. Сейчас его уже нету в живую. Холод в сердце. Но сейчас у меня есть благодарность ему за то, что вот у меня вот такая дочь от него. И сейчас я уже осознаю, что возможно мне этот мужчина был дан, чтобы именно она появилась. У меня гордость. Вот. И был второй брак, который я без... ну, в силу своей немудрости могу сказать, что я его развалирую, да? Ну я не вижу вины вашей во втором случае. В первом сильная вина. Ну да, я пыталась... В первом холод из сердца пошел в первом случае. И потом очень трудно было второй раз найти человека. Бог вам дал человека. Во втором случае он был слабый, этот человек. С ним было очень тяжело жить. И вы просто не смогли. А в первом случае это был ваш выбор. Просто разрушили семью. И сейчас уже как бы на протяжении очень долгого времени не могу сказать, что я была абсолютно одна, но уже 15 лет я не могу построить отношения. Сейчас уже как бы наверное то, что вот я была такая сырая какая-то, да? Сейчас уже я созрела к этим отношениям. я очень не очень давно, но внимательно слушаю ваши лекции. Я стараюсь молитесь, пока вы не отработали вот эту карму двух вот этих разрушенных отношений. А самое главное вы не отработали карму первых отношений полностью. Еще процентов 15 осталось. Когда вы ее отработаете, тогда уже будут какие-то возможности. И всегда помните, что у Бога мужиков завались, но он их всех любит. И в обиду не даст просто так. Какие-то интересные ситуации получались в жизни. Мужчины, как я сейчас понимаю, прошло время, они были достойные и как-то по-дурацки отношения сложились. У всех так складываются отношения. А все остальное, то, что встречалось в моей жизни. Я понимаю, что я гораздо сильнее и давить я не хочу их. Их же Господь тоже любит. Я не знаю, в моей жизни... Не гордите собой. Мужичка Бог даст, берите. Кажется, что слабым сначала, а потом увидите, что сильный. Дают, бери, бьют, беги. ресурс, я хотела бы спросить уже сколько времени, так как вы человек прозорливый, я хочу спросить. У меня зрение портится, чем сглазили на правый глаз. Я хочу спросить, свой лимит счастья я в своей жизни еще не выбрала. Когда выберете, помрете. Пока человек живой, он никогда не выбрал лимит счастья. Жизнь означает счастье, это подарок, суть Бога. Пока мы живые, мы не выбрали лимит счастья. Как выбрали, жизнь заканчивается. Жизнь означает также для женщины семья. Женщина не должна быть одинок. Вот сейчас моя мысль, мои цели, то есть ту жизнь, где я испортила, мне хочется раз другим мужчиной вот это все это капризы. Не ставьте Богу условия. Вам нужно молиться, раскаиваться и любить всех вокруг, забыть про свою личную жизнь, начать служить другим людям, стать радостной, счастливой, самодостаточной, перестать думать о своей семье будущей. Когда вы это сможете сделать, Бог вам даст следующего человека. Пока вы будете ждать следующего человека, кулачком по столу стучать, хотеть еще одного, ничего не получите. Когда вы будете всем служить, заботиться, забудьте про себя, станьте красивой, таким образом получите человека. Вот и выбирайте, как вам дальше жить. Я хочу сказать, что вот эта мысль навязчивая, она только в последнее время сформировалась. Все остальное время я пыталась выжить, потому что человек... Пытаться выжить, это тоже неправильный способ жить. Человек не должен выживать. Так сложилась жизнь. Это понятно, она так и складывается, потому что мы не наполнены. Если человек сильный, всем нужен, слабый никому не нужен. Человек должен наполниться сначала, а потом жить. Если человек к работодателю приходит красивый, радостный, неужели он его не возьмет на работу? Такая корова нужна самому. Не не востребованным специалистом стать востребованной женщиной. Нужно женские отношения с обществом строить, а не деловые. И когда ваша женская энергия потечет, река любви потечет через ваше сердце, тогда кого-то она привлечет. Пока река любви через сердце женщины не течет, она никому не нужна, такая женщина. и эту реку она должна запустить сама. Женщины часто ставят условия, вот когда мужичка дашь Бог, тогда реку любви пущу. Нет, сначала реку любви, потом мужичка, сначала деньги, потом стулья. Спасибо. Можно? Пожалуйста. Олег Иванович, здрасте. Будьте добры, подскажите, вы говорили, что счастье производное от слова сейчас, верно? Да, это древний русский язык. Понятно, а сейчас это разве не сейчас, а слово счастье разве производное не с частью, жить с частью, то есть со своей второй половинкой и вместе с ней быть счастливым и жить в ладу с Божьим промыслом. Как Вы считаете? Я считаю, что счастье означает жить в настоящем времени, потому что не обязательно только со своей половинкой человек может быть счастливым. Есть разные уклады жизни. И с половинкой это только один из четырех укладов. Первый уклад жизни это ученичество. Нет никакой половинки человек учится жить. Он, его половинка это наставник. Второй уклад жизни это семейный уклад человек получает. свою половинку как Вы говорите. Третий уклад это отреченный уклад. Когда человек живет с женой но думает о Боге. И они оба служат обществу а не друг другу. Они отрекаются от личного счастья и погружаются в служение людям. И мы говорим о развитии человека. Мы не говорим что все так должны жить. Развитые люди так живут. Четвертый уклад отреченный уклад. Я знаю одну семью когда и муж и жена приняли монашество. Даже две таких семьи они обе приняли монашество добровольно. Не то что у них плохая жизнь они счастье было счастливой семья они просто решили отдать себя Богу те люди. Тоже половинок не было в это время. Разные уклады жизни. Если слово счастье было значит с кем-то жить вместе со своей половинкой значит все остальные люди были бы несчастливы. Но счастье бывает в разных укладах жизни. Ученик тоже счастлив и отреченный человек счастлив и монах счастлив. Семейный человек счастлив если они живут сейчас принимают судьбу поэтому Иисус Христос принял свой крест принял свой крест для того чтобы нам показать что принимай давай судьбу приняешь все счастье придет тебе не приняешь будешь мучиться но я не против вашего формировки вы как бы так понимаете ради бога я не против еще вопрос можно да речь заходила о глазах будьте добры подскажите насколько неуместны в практике жизни превороты это хорошо женщина когда глазки строят она так женщина должна обязательно видеть человек хороший надо рыбачить на него привороты что касается имени магии обращается к это для веры для веры когда веры не хватает свои силы то надо кому-то обратиться чтобы укрепить эту веру вот допустим он там что-то страх перевел круто и у тебя вера появляется за премьер о 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 Продолжение следует...